В Омске задержали подозреваемых в серии краж из автомобилей. Трое друзей орудовали в ночное время и вскрывали только отечественные машины, не оснащенные сигнализацией. Похищенные они сбывали через интернет. Юлия Думанова продолжит тему. Подозреваемые орудовали сразу в нескольких районах. В Амурском поселке, на Северных и в Центре. За несколько часов до краж потерпевшие видели подозрительных молодых людей на ладе 15-й модели. Похожий по приметам автомобиль был замечен в советском округе. В багажнике оказалось десяток аккумуляторов, чехлы и автомагнитола. Возбуждено уголовное дело, грозит друзьям, до пяти лет лишения свободы. Всего за год в Омске произошло более тысячи краж из автомобилей. К уголовной ответственности привлечены 215 человек. Ну, как скажем, он взял свою специальность, да, так образно в кавычках, ворвать из автомобиля. Он по ней идет, знаете, он уже к этому приспособился. На личные нужды, на те же пропитания, а иногда и на спиртное, идет на эти преступления, совершая эти преступления. Полиции отмечают, чаще стали страдать владельцы иномарок сигнализации. В этих случаях злоумышленники действуют с помощью специальных устройств, которые перехватывают сигнал брелок охранной системы и запоминают его. Так в октябре Амичку обокрали средь бела дня на парковке недалеко от поликлиники. Туда она на прием к врачу привезла свою бабушку. Женщина отсутствовала около часа. Когда вернулась, обнаружила, из машины исчезли видеорегистратор, сумка с документами и 2500 рублей. Злоумышленников до сих пор не нашли. Детский планшетик был, фонарь огромный, духи, ну, всякая мелочевка. То есть могли намного больше унести. Кто-то вспугнул. Полицейские советуют омичам не оставлять ценные вещи в салоне, а также стараться ставить машины на парковке, где есть камеры видеонаблюдения. В случае кражи это может помочь в раскрытии преступления.